В эфире новости губернии, в студии Анастасия Зубарева. Здравствуйте! Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Поддержали по всем пунктам. Строительство больниц, жилья, дорог, сельское хозяйство. Как Совет Федерации поможет региону развиваться опережающими темпами. Подарок на 72-й день рождения. В Самаре открыли мемориальную доску режиссеру, педагогу, руководителю драмтеатра Вячеславу Гвоздкову. Каким запомнили маэстро и почему скульптору особенно тяжело далась эта работа. В этом году манифест «Библионочи. Весь мир – театр». Поэтому в программе читки, постановки, игры и мастер-классы на эту тему. О том, что такое документальная пьеса. И о других сюрпризах для книголюбов и театроманов в выпуске. Все пункты одобрены. Строительство больниц, жилья, дорог, сельское хозяйство. В Москве завершились дни Самарской области в Совете Федерации. Они начались 18 апреля. За это время провели несколько заседаний профильных комитетов, на которых обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Делегацию, которую возглавлял Дмитрий Азаров, удалось заручиться поддержкой по стратегическим вопросам. Подробнее наши корреспонденты. Стенды Самарской области начищают до блеска. Гостей встречает волжский народный хор космонавт и баянист Сергей Войтенко. Представители региона чувствуют себя тут как дома. Губернатор проработал здесь сенатором несколько лет. Вообще Самарская область – промышленно развитый регион. Мы входим в десятку крупнейших промышленно развитых регионов Российской Федерации. В Приволжском федеральном области занимаем 4-5 места по объему промышленного производства. У нас работает около 700 крупных средних промышленных предприятий, 6 тысяч предприятий, малого бизнеса. Ну, конечно же, наша гордость и флагман нашей промышленности – это ракетостроение «Прогресс» и «Кузнецов» крупнейшие заводы. Бегательные места. Автомобилистроение. Автоваз. Предприятия космической отрасли обеспечены заказами на годы вперед. У Автоваза растут продажи. Сейчас «Лада» – марка номер один в России. Внимание приковывают разработки Самарского медицинского университета. Вот, к примеру, стол пирогов – уникальное оборудование для обучения врачей. И сразу новые переговоры. В Совете Федерации находится делегация Кувейта. Экскурсия по выставке и контакт уже налажен. Гости явно впечатлены разработками самарцев. Эта экстрема машина – сколько это стоит? Примерно сколько. Стоимость для российского рынка – 4 миллиона рублей. Это в долларах. Для российского рынка это около 70 тысяч долларов. Дни региона в Совете Федерации – это не только возможность рассказать об успехах. Главное – заручиться поддержкой в стратегических вопросах. В течение трех дней проходили заседания профильных комитетов. На них детально разбирались вопросы самых разных направлений. Строительство больниц, мостов, железнодорожных путей, решение проблем обманутых дольщиков, сельское хозяйство, экология. Делегация Самарской области рассказала обо всем. Мы, конечно, рассчитываем, что все наши идеи, предложения, инициативы будут поддержаны. И, как вы видели, проект постановления сегодня Совета Федерации был принят единогласно по Самарской области. Я хочу еще раз поблагодарить своих уважаемых коллег, членов Совета Федерации, за такую единодушную поддержку, которую мы чувствовали и на заседаниях профильных комитетов. Реконструкция детской инфекционной больницы и больницы имени Ивановой, строительство четырех новых школ в Самаре, Новосемейкино и Тольятти, улучшение материально-технической базы учебных заведений, ремонт значимых культурных объектов, таких как Театр драмы имени Горького и Краеведческий музей имени Петра Алабина. Многое субъект реализует за счет собственных средств, но некоторые инициативы нуждаются в финансовой поддержке государства. Сенаторы поддержали необходимость выделения федеральных денег. Естественно, очень многое сделано уже командой, так скажем, Дмитрия Игоревича Азарова. Пришел человек, вернулся в свой родной край, не чужой для Самарской области, прошедший хорошую школу мэра, получивший хорошую федеральную школу. Отсюда и подход уже иной, масштабный, стратегический, умение решать вопросы. Мы приняли пока в первом рассмотрении за основу проект постановления Совета Федерации, где учтены пожелания губернатора, председателя Самарской губернской думы, в чем нужна поддержка федерального центра. Мы его доработаем и возьмем это постановление на жесткий контроль. Уверена, что те меры, которые будут прописаны там, безусловно, будут исполнены. Такое бывает редко. Ни один из пунктов постановления не был исключен. Все, о чем просили, то и поддержали. В течение месяца решение будет сформировано документально и отправлено в правительство Российской Федерации. Первые дивиденды регион получит уже в ближайшее время. Анна Ивахина, Ольга Павловская, Георгий Федоров, Андрей Авдеев, Сергей Павлов. Новости губернии, Москва. Эксклюзив прямиком из космоса. Сегодня на Самарскую землю пришла ценная посылка с Международной космической станции. Герой России, летчик-космонавт Олег Каноненко поблагодарил жителей региона за поздравления с Днем космонавтики. Ролик, где самарцы говорят теплые пожелания и передают Олегу Каноненко привет, и на орбиту увидел свет 12 апреля. Крепкого здоровья для новых открытий в космосе. Ну а мы, в свою очередь, здесь, на Земле, будем и дальше собирать для вас надежную технику. Весь замечательный коллектив космонавтов, которые сегодня на орбите, и отдельно нашего дорогого товарища, друга Олега Каноненко, мы поздравляем с Днем космонавтики. На видео звучат поздравления от сотрудников аэрокосмической отрасли региона, творческих коллективов, артистов драматического театра и учащихся художественной школы. Ролик, адресованный экипажу МКС, настолько тронул нашего земляка-космонавта, что он не смог оставить его без ответа. Находясь здесь, важно знать, что за твоей работой следят, что тебя поддерживает так много разных людей. Я благодарен самарцам и лично губернатору Дмитрию Азарову за теплые слова в мой адрес. Постараюсь выполнить все ваши наказы и пожелания. Надеюсь на личную встречу со всеми героями ролика в Самаре. Эта история будет иметь продолжение. Трогательное видео появилось на свет благодаря команде профессионалов телерадиокомпании «Губерния», которые за кадром проделали титаническую работу. Это журналисты Мария Акимова и Георгий Федоров, телеоператоры Сергей Павлов и Владимир Терентьев, режиссер монтажа Павел Мащенко и дизайнер Дмитрий Жаворонков. Творческий полет наших коллег преодолел земное притяжение и помог Самаре вновь дотянуться до самых звезд. Оказание государственных и муниципальных услуг по принципу единого окна, без длинных очередей, поездок по учреждениям и прочей волокиты. Это для жителей Самарской губернии становится все более доступным, но есть куда расти. Как улучшить работу многофункционального центра на примере Жигулевского МФЦ выясняли депутаты областного парламента во время выездного мероприятия комитета по местному самоуправлению. Подробности в сюжете. Юрия Богатырева оформляет в МФЦ документы для своих детей. Отсутствие бумажной волокиты заметно экономит время. Часто прихожу сюда документы получать, какие-то справки заказываю. Долго не сижу никогда. То есть все это вы оформляете только здесь, никуда больше не пользуете? Нет. И ребенка на садик поставила здесь на очередь. И пенсионный заказываем здесь. Очень много разных функций. Удобно. Для Жигулевска, где проживают около 60 тысяч человек, оказание государственных и муниципальных услуг по принципу единого окна стало доступным с 2012 года. Комфортная зона ожидания и приема, электронная система очереди, Wi-Fi, удобство для маломобильных граждан. Мобильные подразделения Жигулевского МФЦ ведут прием также в селах Зольное, Ширяево и Солнечная поляна, которые входят в городской округ. Доступны 188 услуг. Я вышла замуж. Мне нужно было поменять фамилию. Я пришла сюда, оформила документы. Мне все помогли, все сделали. Вот через две недели паспорт был готов. И сейчас я меняю все в одном месте. Раньше было так же? Нет, раньше было нужно бегать по разным местам, заведениям. С прошлого года, благодаря поддержке из областного бюджета, здесь также можно подать заявление на оформление загранпаспорта. На приобретение оборудования центр получил субсидию больше 400 тысяч рублей. Как улучшить работу многофункционального центра, выясняют депутаты во время выездного мероприятия комитета губернской думы по местному самоуправлению. А проблемы есть. Не всегда сотрудники центра могут найти общий язык с посетителями. Связано это и с тем, что нет учебных заведений, которые готовили бы специалистов МФЦ. А потребность в этом острая. Появляются специфические услуги, для которых нужно обучение. Потому что, когда к нам приходят за услугой, они желают получить не только консультацию по перечню документов, которые они должны предоставить, но и также хотят получить юридическую консультацию именно по этой услуге. Это очень сложно сделать. Оказание услуг по принципу единого окна быстро, доступно и удобно. Но о возможностях многофункциональных центров по-прежнему знают далеко не все. Особенно представители бизнес-сообщества. Организация всех форм господдержки для предпринимателей. По возможности, чтобы это тоже через МФЦ можно было и консультировать, и оказывать сразу услуги. Конечно, нужно вводить специализацию. То есть, в принципе, для граждан услуги одни окошки, а для предпринимателей вводить специализированное окно. И по формам господдержки, и по другим госуслугам для предпринимателей, чтобы это было более удобно и более профессионально для всех. До 2024 года МФЦ должны открыться во всех городских округах Самарской области. Такую задачу в своем послании поставил губернатор Дмитрий Азаров. Алена Власова, Ирина Грумеца, Роман Костомаха, Новости губернии, Жигулевск. 90 тысяч самарцев приняли участие в общегородском субботнике. Привести областную столицу в порядок вышли коммунальщики, общественники, муниципальные, государственные служащие, волонтеры и просто неравнодушные горожане. О том, как прошла генеральная уборка, в нашем материале. Самара преобразилась всего за один день. Субботник лишил мегаполис сухих листьев, пластиковой тары и другого мусора. Взамен город получил покрашенные урны, скамейки и фонарные столбы. Не остались сторонять генеральной уборки представители власти. Глава Самары Елена Лапушкина наводила лоск на аллее трудовой славы. Видела очень большую активность в других микрорайонах, видела в парках и скверах, на дорожной сети, где бы я ни проезжала, везде были люди, и муниципальные служащие, и дорожные рабочие. После трудовой разминки инспекция по городским дворам. Первая остановка на Вольской, 77. В прошлом году часть переддомовой территории была благоустроена по программе формирования комфортной городской среды. Жители решили не останавливаться и в этом году опять подали заявку на участие в проекте. Сейчас вот эта маленькая детская площадка, то есть она в отвратительном состоянии находилась, и после программы комфортная городская среда там будет три зоны с пешеходными дорожками, станет с травматичным покрытием, с освещением, то есть там очень будет красиво. Также традиционно в этот день в городе прошел пробный запуск фонтанов. Систему подачи воды отработали без сбоев. В штатном режиме фонтаны начнут бить 27 апреля. Руслан Шарипов, Сергей Иванов, Новости губернии. В Самаре во время городского субботника приведена в порядок территория вокруг бывшего ресторана «Аквариум». Здание принадлежит к объектам культурного наследия. О том, как этот факт отразился на трудовом энтузиазме волонтеров, расскажет Владислав Жирнов. Это здание на улице Самарской – свидетель самых драматических страниц отечественной истории. Построено оно было купцами Ивановыми в конце 19 века, как ресторан. После революции в этих стенах размещался комитет большевиков, потом пионерская дружина. Сейчас бывший ресторан «Аквариум» на реконструкции. Я считаю, должно замечательно вписаться в исторический облик центральной части города Самары, поскольку основной первоначальный архитектурный облик у исторической части здания сохранен. Более того, обратите внимание, что будут возвращены потерянные некогда барельефы на главном фасаде. Сдать объект подрядчик планирует уже в конце этого года. Здесь должен будет разместиться театр кукол. Это здание приспосабливается под современное использование, под театр кукол. И предполагается, что это будет самый большой театр по количеству мест, по объему помещений, необходимых для деятельности театра кукол в Приволжском округе. Чтобы ускорить желанные для городской культуры события, на помощь строителям пришли добровольцы. Крадозащитники, студенты Академии архитектуры, просто неравнодушные жители. Направлять трудовой энтузиазм необходимости не было. Свою задачу каждый четко осознавал. Я осваиваю творческую профессию, и мне очень приятно, что я смогу помочь своему родному городу возвратить архитектурное наследие. Нужно сказать, что субботник у объекта культурного наследия проходил в рамках программы «Волонтеры культуры» национального проекта «Культура» и был приурочен к Международному дню памятников и исторических мест. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии. В областном центре стартовалась «Зеленая весна». Всероссийская экологическая акция ввозит длиться до 20 мая. В прошлом году к ней присоединились 78 регионов и более 2,5 миллионов человек. В этот раз одними из первых на уборку в областном центре вышли нефтепереработчики. Подробности у Дарьи Зотовой. На субботник нефтепереработчики вышли в полной боевой готовности, чтобы привести в порядок рощу, находящуюся недалеко от Кубышевского НПЗ. Так в Самаре стартовала Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна». Мне всегда хочется убраться и ввести территорию в порядок. Поэтому, когда ежегодно у нас проходит эта акция, я всегда участвую. Убирают опавшую листву, обрезают деревья, собранный мусор вывозят на полигон. В этот раз к акции присоединились более 60 сотрудников Кубышевского НПЗ. Вообще, в Всероссийском экологическом субботнике будут задействованы так или иначе все сотрудники завода. Сегодня у нас, скажем так, мероприятие первое. Еще одна акция, в которой принимают участие заводчане – марафон по благоустройству. Длиться он будет на протяжении месяца. За это время в порядок будут приведены территории, прилегающие к заводу. Дарья Зотова, Виктор Соколов, Новости губернии. Празднование Дня Победы все ближе. Оттого шаг все четче и увереннее. В Самаре на площади Кубышева прошла совместная репетиция юно-армейских отрядов и воспитанников Самарского кадетского корпуса МВД России. А позже ребятам рассказали о диктанте Победы. Всероссийская просветительская акция впервые пройдет уже 7 мая. Павел Баймаков с подробностями. Отличная строевая подготовка. Это первое, что на параде требуется от пеших колонн. Здесь юно-армейцы и кадеты. Те, кто в числе прочих в День Победы 9 мая пройдет по главной площади города торжественным маршем. На этих ребят можно положиться. Многие из них уже принимали участие в параде в ноябре прошлого года. Мы волновались сильно. Эмоции были, переполняли. Очень понравилось. Но это нелегко. Это надо тренироваться. Это надо быть уверенным в себе. Не переживать. Но так у нас вроде получается. Уровень подготовки молодежи во время репетиции оценили депутат Госдумы Александр Хинштейн и заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов. Виден ваш рост, вашей строевой подготовленности. И это очень-очень важно. Некоторые спрашивают, а зачем нужен парад? Что это за демонстрация? Да, действительно, это демонстрации силы, мощи и готовности защитить свою родину. Должны быть отличниками не только строевой, но и военно-политической подготовки, а именно знать историю своей страны и имена ее героев. По окончании репетиции ребята побывали в военно-историческом музее, где смогли пообщаться с участником Великой Отечественной войны, героем Советского Союза Владимиром Ивановичем Чудайкиным. Ребята спрашивают, страшно ли воевать на войне. Конечно, страшно. Я отвечаю, конечно, страшно, но особенно страшно, когда ничего не делаешь и ждешь. Позже Владимир Иванович дал старт всероссийскому диктанту Победы, который пройдет в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Акция, посвященная 74-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, носит просветительскую функцию. Впервые она пройдет 7 мая этого года по всей России. Кроме того, в ней примут участие жители 22 иностранных государств. Мы сумеем довести до участников, обогатить их знанием, много и новой информацией о том, какой была война о ее героях, о ее трагедиях. Надо сказать, что вопросы диктанта, которые сейчас в стадии подготовки находятся, их 20, они делаются именно с расчетом для того, чтобы каждый вызывал дополнительный интерес. В Самаре открыли мемориальную доску заслуженному деятелю искусств России, режиссеру, педагогу, актеру и руководителю Самарского драмтеатра Вячеславу Гвоздкову. Он возглавлял драму почти 23 года и ушел из жизни в январе 2018-го. Доска работы столичного скульптора Карена Саркисова появилась на стене дома на улице Садовой, где Вячеслав Алексеевич жил с семьей. В минувшую субботу, 20 апреля, режиссеру исполнилось бы 72 года. Единый в трех лицах руководитель, режиссер и педагог Вячеслав Гвоздков возглавлял театр в разных городах страны почти 40 лет. На посту худрука Самарского драмтеатра ученик Товстоногова сменил любимого публикой Петра Монастырского. Город и коллектив не сразу приняли нового, резкого, ироничного режиссера. Он многое пережил, но сумел создать свой Гвоздковский театр. 21 января 2018-го, когда в драме давали побег из Шаушенко, сердце его создателя остановилось. Это уже второй день рождения Вячеслава Гвоздкова без него самого. К дому на Садовой 239 пришел весь коллектив Самарского драмтеатра. Коллеги, друзья, ученики, режиссер называл их зайцами. Здесь Гвоздков счастливо прожил почти 20 лет. С супругой Ларисой и младшей из четырех дочерей Валерией. Он приходил с работы, как приходил в 11, и мы садились вместе за стол. И каждый вечер мы сидели, кушали, я смотрела на него, слушала, что он что-то рассказывал. Потом какие-то звонки начинались по работе. Он был дома именно отцом, мужем, хранителем, какого-то вот этого вот очага, защитником. С ним всегда был дом спокойный. Автором мемориальной доски стал скульптор Карен Саркисов. Он знал режиссера и первый раз работал над его портретом еще при жизни Гвоздкова. На этот раз было труднее. Вы понимаете, когда одно дело действительно, лепишь портрет с натуры, разговариваешь с человеком, улыбаешься, обсуждаешь что-то. Мы часто не задумываемся о том, что все это может в один момент кончиться. Когда уже соприкасаешься с тем, что ты лепишь памятник или мемориальную доску. Потому человек, который узнал, который в твоей жизни играл определенную роль. Даже, может быть, физически сложно было работать над этой доской. Может быть, даже сложнее, чем когда не знаешь. Воспоминания о Гвоздкове не укладываются в формальную характеристику. Руководитель Самарской драмы считал, что актер растет на успешных ролях и давал этот шанс. Приглашал других режиссеров, не боялся конкуренции, решал квартирные вопросы артистов. И как театральный менеджер мог дать фору многим. Он так и не стал лауреатом, госпремией и народным артистом. Этому удивлялись коллеги из других городов. Продвигать себя и просить звания Вячеслав Алексеевич не мог и не хотел. Хотя уже народным артистом Вячеслав Алексеевич не станет, и госпремии ему не дадут. Но он и народный артист, и самый-самый-самый замечательный строитель театра, какого только можно представить. Поэтому наш театр сегодня работает, это его любимое выражение, как швейцарские часы. И я надеюсь, мы и дальше сохраним все в должном порядке. Он был просто мужиком, честным, порядочным человеком, с огромной энергией. И самое главное, что в театре у нас никогда не было склок, никогда не было подсиживания. Когда ты сказал, что я приехал в Самару, я здесь умрал. Он имел в виду то, что он больше никуда не собирается уезжать, что здесь его дом. Ну вот, как сказал, так и сделал. Жалко, что мы говорим о нем как обушедшим, он нас. Но настолько светлый человек, что пусть память о нем у всех будет очень светлой. Алена Власова, Михаил Смирнов, Новости губернии. Мнение жителей в приоритете. Проект «Культурное сердце России» выходит на новый уровень. Он реализуется в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Цель – составить программу культурно-массовых мероприятий, интересную населению как городов, так и сельских районов региона. Тема продолжит Анна Архипова. Фестивали, концерты под открытым небом, танцевальные марафоны, интеллектуальные игры. Во время чемпионата мира по футболу исторический центр Самары превратился в площадку культурно-массовых мероприятий. В них принимали участие не только туристы, но и горожане. «Собрались, организовали, пригласили команды, но все пошло не так, потому что пошли люди, которым стало интересно, что такое происходит, и собирались команды прямо на местах, принимали участие. Это было очень здорово. В какой-то момент пришлось вопросы искать, потому что желающих было сильно больше, чем мы рассчитывали. Но это было здорово». Составить репертуар на лето 2019 года предложили жителям. По поручению губернатора Дмитрия Азарова стартовал общественный проект «Культурное сердце России». Во всех муниципалитетах региона на протяжении недели проводилось анкетирование. Мнение каждого участника будет учтено. «Я считаю, что учитывать всегда нужно по любому вопросу, потому что все равно что-то хорошее скажут, кому что нравится. Конечно, мы все разные, но тем не менее. Кому-то чемпионат, кому-то выставки, кому-то концерты, спектакли». «Потому что культурно-массовые мероприятия, они, в общем-то, и делаются для людей. И я думаю, что всегда нужен фидбэк, всегда нужно спрашивать, что должно быть интересно, что будет интересно, что востребовано». «Конечно, очень важно, потому что прежде всего жители будут приходить на эти праздники, они будут в них участвовать, и, естественно, их мнение будет очень важным». Шанс принять непосредственное участие в формировании программы культурно-массовых мероприятий только в Самаре не упустили более 8 тысяч человек. И это только данные от волонтеров. Они работали на 12 площадках города. Высказать свое мнение каждый желающий мог и виртуально, ответив на вопросы в социальной сети. «Ответы бывают разные, вплоть до того, что лекции на площади Куйбышева проводить. Но в большинстве своем жители, на мой взгляд, видят это открытые пространства, это скверы в районах, это центральная площадь, площадь Куйбышева, набережная. И также хотят как участвовать, как организаторы, так и волонтеры». Итоги анкетирования будут подведены в ближайшие дни и к 1 мая. В каждом городе и сельском районе Самарской области сформируют дорожные карты по проведению культурно-массовых мероприятий в теплые месяцы, максимально учитывая мнения и интересы жителей. Анна Архипова, Сергей Александров, Новости губернии. Люди с нарушениями зрения поставили и сыграли спектакль «Горе от ума» в рамках межрегионального литературно-художественного фестиваля «Театр без границ». Организатором выступила Самарская библиотека для слепых. Мероприятие проводится в 12-й раз. Поучаствовать приехали команды из Ульяновска и Оренбурга. Что сложнее, выучить роль или ориентироваться на сцене, выясняла Светлана Стрибкова. На постановку знаменитой комедии Грибоедова у актеров-любителей ушло три месяца. Они учили тексты своих ролей по Брайлю или с помощью аудионосителей. На сцену вышли даже тотальные незрячие люди. Главной сложностью для них стала ориентация в пространстве во время выступления. Мы должны другу найти, не пройти мимо друг друга. Как бы это ни было смешно со стороны, для нас это актуально. Мы должны контактировать друг с другом, часто контактировать на близком расстоянии. Спектакль разделили на 12 частей по числу команд. 10 самарских плюс Оренбург и Ульяновск. Подготовку проводили в тесном сотрудничестве с Самарским академическим театром драмы имени Максима Горького. Люди, играя, они узнают материал, они узнают друг друга, когда работают. Ну и, в общем-то, себя показывают. И мне кажется, вот нам, людям, которые хорошо видят, например, да, которые без каких-то ограничений, на это очень важно посмотреть. Команде из Ульяновска достался один из самых известных отрывков комедии – «Диалог Фамуса Войчацкого», который учат в школе. С Самарской библиотекой для слепых представители соседнего региона часто пересекаются на различных мероприятиях и уже сдружились. Конечно, мы не обошли эту идею стороной. Тем более, что на базе культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ в городе Ульяновске у нас действует народный театр, в котором заняты, понятно, незрячие люди. И поэтому мы не могли обойти эту сторону и приняли в этом участие. Для подготовки к фестивалю участникам пришлось проштудировать не только произведения Грибоедова, но и краеведческие материалы, по которым организаторы провели для них интеллектуальную игру. Нами озвучены две книги по истории Самарского драматического театра и сделаны тихо-комментарии к этим пьесам. То есть материал будет вот такой, чисто на Самарской истории, на истории Самарского драматического театра, являющегося очень серьезным нашим партнером в этом проекте. Фестиваль завершил просветительскую программу «Театр без границ». Он проводится 12 лет, привлекает интерес соседних областей и теперь станет моделью для проведения подобных мероприятий в Приволжском федеральном округе. А в Самаре, в том числе благодаря ему, повысится посещаемость театров. Как раз об этом показателе речь идет в нацпроекте «Культура». С одной стороны мы говорим о том, что у нас более будет серьезная загруженность наших учреждений культуры, а с другой стороны мы говорим о том, что мы очень легко можем привлекать в артистическую среду людей, которые вчера, может быть, на эту роль и не рассматривались. И поэтому, мне кажется, вот эта дорога с двухсторонним движением, она и приведет к тому, что людям реально на территории Самарской области станет жить комфортнее. В Рио министр культуры Сергей Филиппов в приветственном адресе отметил, что любимый самарцами фестиваль расширяет границы. Появляются команды из других регионов Российской Федерации и все больше людей с проблемами зрения получают возможность приобщения к духовным ценностям, лучшим достижениям отечественного искусства и к творчеству. Фестиваль завершила «Библионочь» – литературный бал с танцами под музыку XIX века и фотосессия в подготовленных для спектакля костюмах. Светлана Стребкова, Сергей Александров, Новости губернии. Три конкурсных дня и десятки участников. В Самаре завершился один из самых крупных фестивалей художественной самодеятельности среди работников нефтяной промышленности. О творческих баталиях, которые развернулись на сцене КРЦ «Звезда» в нашем сюжете. Финальный аккорд конкурсной программы трехдневного фестиваля – выступления музыкантов. На сцене взрослые, дети, солои в составе коллективов исполняют известные мелодии и популярные хиты. Мы готовились примерно один год. Руководители нас очень хорошо настраивали, чтобы мы сейчас на все мощности наши оторвались по полной. Очень сильные номера подобрались, что в этом году, что я знаю в прошлом году. Каждый год «Роснефть» удивляет масштабностью. На сцене сотрудники дочерних предприятий компании «Роснефть» и их семьи. Возраст участников – от 7 лет. Наш народ стал больше тянуться к искусству. Не просто смотреть, а сам производить. Вот это очень важно. Завершил фестиваль гала-концерт. На нем объявили победителей во всех номинациях. Они представят свои предприятия в финале конкурса в Москве. Кирилл Козин, Сергей Александров. Новости губернии. «Весь мир. Театр» – знаменитая шекспировская фраза стала манифестом «Библионочи-2019». В программе постановки – чутки пьес, интеллектуальные игры и мастер-классы специально для поклонников Мельпомены. В общем, занятия по душе нашли для себя не только книголюбы, но и театром Маны. Что такое документальная пьеса и почему этот формат для региона в новинку? И чем удивляли посетителей косплееры, расскажет Мария Акимова. В центре импровизированной сцены – книжный шкаф. Фолианты на полках – это личные истории сотрудников областной универсальной научной библиотеки. Гардеробщиц, администраторов, специалистов различных отделов. Герой честно рассказывает о своей работе, о ее трудностях и радостях. А мероприятия тут вообще бесконечные. И вот бегаешь. А у меня, между прочим, высшее образование тоже. Все с высшим образованием. Разве непонятно? Специально для «Библия ночи» Самарский театр «Город» подготовил эскиз к спектаклю по документальной пьесе «Экземпляры» современного драматурга Сергея Давыдова. Автор пообщался с сотрудниками библиотеки и на базе собранного материала написал текст. Татьяна Осипова трудится в этих стенах уже 20 лет. Выдает читательские билеты, отвечает на вопросы посетителей. Признает, сообщение с драматургом заставило ее иначе взглянуть на свою профессию. Что мне нравится в моей работе, то, что я общаюсь с людьми, например, людьми очень хорошими. Приходит один такой читатель постоянно, он всегда очень красиво, так интересно, ярко одевается. Например, костюм звездочек. Приходит, здравствуйте, поднимается наверх. Когда смотришь на него, просто всегда улыбка на лице. Такой формат спектакля – опыт для региона уникальный. Центром программы постановка стала не случайно. Общая тема этого года – театр. Соответственно, темой, основной темой «Библионочь» в этом году является также театр и манифест «Весь мир театр». Специально для поклонников Мильпомена игра «Что, где, когда» – выставка книг, посвященных театру, экскурсия по книгохранилищу. А это помещение на время превратилось в скрипторий. Так называли мастерские по копированию рукописей. Желающие могут попробовать себя в каллиграфии. Есть вот такая, она называется, конторка для письма или пюпитра для письма. Закрепляем именно на наклонной плоскости, да, потому что если пишешь 4, 5, 6 часов, к примеру, то спина за обычным столом не выдержит такой нагрузки. Пишущие инструменты сегодня я буду писать пером настоящим. Ночь в областной юношеской библиотеке открывает ставшее традиционным косплей-дефиле. Образы любимых героев ребята продумывали до мелочей. На Елизавете – костюм персонажа из «Игры престолов» Яры Грейджой. Облачение бесстрашной наследницы правителя Железных островов девушка от и до мастерила сама. Я работаю с довольно непростым материалом, называется картон, бумага, папье-маше, грунтовка. То есть все это из него, он довольно крепкий, не ломается, довольно долго у меня уже живет. Доспехи из той же оперы, тоже картон, жесткие, почти ничего не весят, но довольно крепкие, если правильно их сделать. Это костюм персонажа Роршаха из комиксов-хранителей. Маску делали из обычной тонкой ткани, а рисовали сами пятна с помощью акрила. Также в программе музыкальный проект «Театр на вилле», чтение отрывков из спектаклей и презентация необычного издания. На базе областной юношеской библиотеки уже четвертый год работает художественная мастерская. Это творческое объединение молодых авторов изобразительного искусства. Специально для читателей библиотеки они создали вот такой сборник антистресс-раскрасок. Все иллюстрации выполнены традиционными материалами с применением диджитал-технологий. В этом году «Библия-ночь» стала не только праздником чтения, но и театра. А то, что жители региона любят и книги, и спектакли, подтверждают цифры. Только универсальная научная библиотека в рамках акции собрала порядка тысячи посетителей. Мария Акимова, Виктор Соколов, Новости губернии. В Сольяттие открытие «Библия-ночи» совпало со стартом недели Японии. Оба мероприятия прошли на площадке библиотеки культурного центра «Автоград». Почетным гостем вечернего представления стал министр посольства Японии в России Ямамото Тасио. В культуру Японии окунулась Ирина Грумеза. Приоткрыть занавес в таинственный образный мир японской культуры, показать вековые традиции в танце, музыке, живописи. Такова цель Перекрестного года Японии в России и России в Японии 2018-2019. Почетного гостя министра посольства страны восходящего солнца встречают песни на его родном языке. Очень интересный язык, который на самом деле довольно просто изучать. Когда изучаешь язык, изучаешь и саму культуру, и все, что с ней связано. Это просто великолепно. Мне очень нравится, как они символизируют всякие образы, всяких животных, людей с природой. Дань уважения иностранной делегации – картины тольяттинских художников «Мир Японии». Заморские гости, в свою очередь, представляют выставку кукол «Мир Кокесси». Она объездила множество континентов, добралась до России и теперь пробудет в Автограде до конца июня. Это уникальная выставка кукол, предоставленная фондом Japan Foundation, японским фондом. Это авторские куклы, причем не только куклы, здесь еще интересно, что куклы и игрушки. Все это выполнено из дерева и разные техники с разных островов, с разных префектур Японии. Есть здесь и довольно старинные куклы, начиная с начала XIX века. В рамках Перекрестного года знакомства с культурой Японии в России и России в Японии в обеих странах прошли уже более 600 различных мероприятий. Хотя японо-российские отношения имеют длительную историю и являются соседними странами, к сожалению, многого мы не знаем друг от друга пока. И поэтому у нас есть очень сильное желание, чтобы этот префектурный год посредил в дальнейшем углублении взаимопонимания между нашими народами. Министр посольства Японии посетил еще несколько площадок, на которых развернулась Библионочь. В этот вечер гости смотрели детские и взрослые спектакли, рисовали, лепили, учили иностранные языки, танцевали в стиле XIX века и, конечно, погружались в волшебный мир книги, в том числе о Японии. Ведь независимо от темы, организаторы Библионочи не забывают – такие праздники должны в первую очередь развивать интерес людей к чтению. Ирина Грумеза, Сергей Богатюк. Новости губернии. Тольятти. Крылья советов в матче 24-го тура премьер-лиги уступили московскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0-1 в пользу хозяев пуля. Несмотря на итог, игра исполнила мечту как минимум одного самарского болельщика. Подробнее в нашем сюжете. Команда их болельщиков встречает серое подмосковное небо. Домашние встречи «Динамо» проводят в Химках. Настроение у фанатов боевое. Такие же и предсказания на игру. Крылья, бедется. С какими счетами? 0-2. «Динамо» 2-0. Игроки «Динамо» начали с прессинга. Крылья по возможности отвечали острыми контратаками. Однако в первом тайме открыть счет командам так и не удалось. Вторая половина и вовсе превратилась в парад дальних ударов. К несчастью самарцев повезло не им. На 67-й минуте вышедший на замену Кирилл Панченко пробил за штрафной. Мяч отрикошетил от ноги Мирала Самарджича прямиком в створ ворот. Рыжиков в такой ситуации оказался бессилен. Попытки отыграться к успеху не привели. 0-1. Крылья Совета возвращаются домой с поражением. Матч собрал около 6 тысяч зрителей. Примерно сотня – болельщики Крыльев Советов. Вместе с ними в Химке приехал один из самых ярых фанатов команды. 10-летний Матвей Бруяк знает результаты всех матчей зелено-бело-синих последних лет. А также итоги всех встреч прошедшего чемпионата мира по футболу. Сам любит поиграть, а также увлекается музыкой. И все это вопреки. Уже 6 лет мальчик живет с диагнозом – высокофункциональный аутизм. Теперь его давняя мечта – побывать на выездном матче любимой команды – наконец осуществилась. Домашние игры он никогда не пропускает. Было очень здорово, очень приятно, что приехали поддержать команду. Атмосфера отличная. Ну, конечно, Самара-арена не сравнится. У нас больше все-таки приезжают и приходят на матчи. На выездную игру «Волжан» мальчика пригласил Дмитрий Азаров. Губернатор пообщался с Матвеем матчем ранее, когда крылья обыграли Рубин. В полном правом, мне кажется, можно сказать, что это на сегодня самый преданный болельщик, ходячая энциклопедия клуба. Я уверен, уже символ. Матвей провел два, ну, как он говорит, очень хороших дня в Москве. Он увидел Кремль, сердце нашей родины, нашей столицы и получил массу впечатлений. Следующий матч крыльев советов Матвей точно не пропустит. 25 апреля волжане сыграют на Самаре-арене. В рамках 25-го тура премьер-лиги им предстоит встреча с Екатеринбургским Уралом. Начало в 19.30. Кирилл Козин, Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Владимир Терентьев. Новости губернии. У меня на этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте губерниитв.ру. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!